Три, сразу три блюда я сегодня приготовлю, однако они между собой связаны в один комплекс. Я принял приглашение участвовать в кулинарной эстафете от Олеси, такого же блогера как и я, ссылку на ее канал я обязательно оставлю под роликом. Курица, яблоки и грибы – вот из чего я должен был приготовить единое блюдо. И давайте теперь посмотрим, получится у меня или нет. Что к чему и откуда я буду рассказывать по ходу приготовления. Так что смотрите внимательно, а в конце я эстафетную палочку передам еще троим блогерам, так что рекомендую досмотреть ролик до конца. Итак, вы на канале Аргостав Китчен, меня зовут Руслан. Сегодня я буду готовить курицу фаршированную яблоками, а в придачу к ней будет нежный сливочно-грибной соус и сочный шашлык из шампиньонов с моим маринадом. Прежде чем приступить, предлагаю всем новичкам подписаться и включить все уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски роликов на моем канале. Начинаю с подготовки курицы. По уверениям продавцов, она домашняя, ну, здесь как в анекдоте про ковер-самолет, который от обычного ковра ничем особенным не отличается, только цена как у самолета. Я ее сначала помыл и обтер бумажным полотенцем, то есть просушил. И вот для чего. Курица достаточно неплохо щипана, но небольшой пушок на коже остался. Плита у меня не газовая, зато есть газовая горелка, при помощи которой я обжигаю курицу со всех сторон. Теперь готовлю маринад для курицы. У меня в этом ролике будет еще один маринад, так что не перепутайте их. Этот маринад я делаю сладко-соленым со специями. Небольшую салатницу наливаю примерно по 2 столовые ложки гранатового сиропа, соевого соуса и растительного масла. Добавляю к этой жидкой смеси сухие специи для курицы, свежемолотый перец, чесночный порошок и перемешиваю кулинарной кисточкой. Потом ею же смазываю курицу маринадом со всех сторон и внутри. Как увидели, соль в маринад я не клал. В нем соевый соус соленый, но саму курицу после смазывания маринадом я солю, так соль лучше прилипает и не будет осыпаться. Дальше начинка. А это у меня яблоки с апельсином. Я выбрал, наверное, один из самых известных сортов яблок на постсоветском пространстве. Вывел этот сорт яблок селекционер Лев Платонович Семиренко, уроженец села Млиев, ныне Черкасской области Украины. Его фамилия стала нарицательной и легла в названии сорта яблок Ринец Семиренко, и никак не Семиринка, как зачастую можно услышать. Постоянные мои зрители уже видели, что при чистке и нарезке яблок я применяю вот это удобное приспособление. Часть апельсина я нарезаю полукольцами, сейчас увидите для чего, а вторую половину режу ломтиками. Пока я нарезал фрукты, курица мариновалась в противне, в котором и будет запекаться. Полукольца апельсина подкладываю в качестве фруктовой подушки под курицу. Сюда же кладу несколько долек яблок. При запекании в духовке фрукты выделят сок, который частично выпарится и превратится в своеобразный сироп. Он нам тоже пригодится. Подушка готова. Начиняем яблоками и апельсином внутренность курицы, а затем при помощи зубочисток защипляем курицу, чтобы фрукты не вывалились наружу. Оставшимся маринадом поливаю грудку курицы, накрываю курицу куском фольги и отправляю противень в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 2 часа. Да, а как вы думали? Во-первых, курица домашняя, она готовится раза в три дольше фабричной. Во-вторых, она просто крупная и мясистая. При покупке она весила 2,5 кг. Пока курица не спеша запекается, у меня появилась уйма времени для приготовления добавок к основному блюду. Начинаю с более сложного – сливочно-грибного соуса. Свеженькие вымытые шампиньоны нарезаю мелким кубиком и пластинами. Среднюю часть самого маленького грибочка я нарезал особым способом, а для чего покажу чуть позже. В сотейник наливаю рафинированное растительное масло и ставлю на плиту разогреваться, а в это время нарезаю репчатый лук как можно мельче. Прежде чем приступить к основному действу, опускаю пластины гриба на дно сотейника и в горячем масле обжариваю их до золотистого цвета с обеих сторон. Откладываю пока эту красоту в тарелочку. Вот теперь можно отправить сотейник все нарезанные грибы, обжаривая их на достаточно сильном огне до готовности, постоянно помешивая деревянной лопаткой. Когда грибы обрели золотистый окрас, отправляю к ним лук и тушу их на небольшом огне вместе, пока не обжарится лук. За это время из грибов выпарится почти вся лишняя влага, что мне и нужно. Тут же на соседней комфорке плиты в маленькой кастрюле растапливаю 50 граммов сливочного масла. Добавляю к нему через ситечко одну столовую ложку обычной белой муки и уже на маленьком огне интенсивно помешивая варю. Мука обрела слегка коричневый цвет, добавляю теплые сливки. В общем готовлю классический соус бешамель. Затем соединяю его с грибами, даю немного прогреться им вместе, а заодно добавляю соль, чесночный порошок и немного свежемолотой смеси пяти перцев. Тщательно все перемешиваю на самом слабом огне. Перекладываю содержимое сотейника в соусник. Помните те четыре обжаренные пластины грибов? Вот теперь они очень кстати. А еще и листок свежей петрушки. Соус пока немного жидкий, но по мере остывания он загустеет и его можно будет намазывать на кусочек хлеба. Но это еще не все. Нерационально, когда такая огромная и многофункциональная духовка печет только курицу. К тому же у меня еще осталось восемь шампиньонов. Они уже вымыты и высушены. Для еще одного блюда я их предварительно мариную. Так они получатся вкуснее. Беру большой салатник, кладу в него 100 грамм сметаны, две столовые ложки соевого соуса, треть чайной ложки сухого имбиря, столько же сухой паприки и соли, а еще половину чайной ложки чесночного порошка. Куда же без него, можно добавить еще хмели-сунели или специи для грибов, тут на ваш вкус. Перемешиваю все ингредиенты, кладу в готовый маринад грибы и тщательно их там перемешиваю, чтобы вся поверхность их покрылась маринадом. Отставляю в сторону минут на 30, пусть пропитаются хорошенько специями и сметаной. После небольшого перерыва, когда грибы уже замариновались, осталось нанизать их на шпажки и расположить на бортиках формы для выпечки, которая послужит в качестве своеобразного мангала. Раз это мангал, то готовить я буду шашлык из грибов. Ставлю форму на сетку на нижнюю полку духовки, а там продолжает запекаться моя курица. Теперь в духовке готовятся два блюда одновременно. Под самый конец приготовления курицы снимаю с нее колпак из фольги и дальше запекаю без него. Тут главное не перестараться с температурой, а то у меня курица сверху немного припеклась. Думаю, на вкусовые качества это никак не отразится. В конце концов, ели же мы пригоревший шашлык, да и не раз. Торжественный момент. Сначала основное блюдо вынимаю из духовки, снимаю зубочистки и перекладываю курицу в большое блюдо для подачи. Вокруг раскладываю запеченные фрукты, а образовавшимся сиропом поливаю курицу сверху. Шашлык из шампиньонов тоже готов, для него есть своя подходящая тарелочка. Украшаю грибы тонкими пластинами свежего яблока ренет-симиренко. Все, друзья, я справился. Все рецепты в описании под роликом, но не спешите уходить. Я передаю эстафету своим подписчикам и авторам. Нино с канала Нинас Китчен, Ольге с канала «Моя полезная еда» и очень колоритному автору из Литвы Виталию с канала «Ассорти про еду» предлагаю всем подготовить одно блюдо или комплекс блюд из трех обязательных ингредиентов – карпа или сазана, квашеные капусты и риса. Надеюсь, что кто-то подхватит эстафетную палочку и понесет ее дальше по просторам Ютуба. На этом все, друзья, не забудьте подписаться. До новых встреч!